Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я ее ведущая Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях человек, который пишет картины исключительно на природе. Об искусстве, пленэрах и жизни в творческой семье мы поговорим с живописцем и членом Московского Союза Художников Олегом Сергеевичем Потаповым. Здравствуйте, Олег Сергеевич! Добрый день! Олег Сергеевич, насколько я знаю, художественным искусством вы занимаетесь практически всю свою жизнь. С чего начался ваш творческий путь? Ну, как и у всех художников, большинства художников я рисую с самого детства. То есть это поэтапный процесс становления художника. Это художественная школа, художественное училище и художественный вуз. Так что таким путем идут художники. Вы учились в столичном вузе полиграфическом. Да, это полиграфический институт. Сейчас это переименованный, он называется почему-то политехнический университет. И в нем есть полиграфический институт, и в нем есть художественный факультет. То есть сейчас все очень сложно и запутано. Но все по привычке называют просто полиграф. Полиграфический институт предполагает, что вы изучали основы полиграфии. То есть это имеет какое-то отношение к книгам? Да, да, да. Но не только к книгам, это все, что печатается. Любая печатная продукция, это книги, журналы, плакаты, вообще баннеры. Ну все, что печатается. Естественно, что мы там изучали и делали довольно много всего. И я тоже делал книжки, и сейчас иногда делаю. Но я хотел бы сказать два слова о универсальности именно вот этого института. То есть там человек получает такие обширные знания, что он может их применить в совершенно разной области. То есть можно выбрать для себя ту или иную специфику в искусстве. То есть можно заниматься графикой, можно заниматься живописью, можно заниматься фотографией, можно заниматься шрифтами, можно заниматься книгой, можно заниматься как иллюстрацией, так дизайном. То есть очень большой спектр. Вот этим очень-то, я считаю, что ценен этот институт. И художники там выходят совершенно разные. Ну, и я так понимаю, после института вы для себя тоже выбрали, выбрали живопись. Уже долгие годы вы пишете маслом, и при этом делаете это исключительно на природе. Да, вы делаете такой акцент, что исключительно на природе. Но это нормально, большинство художников так и работает. Единственное, что я бы хотел сказать, кто меня знает, наверное, знает и мою немножко историю жизни. То есть я не сразу стал живописцем. Я после института четыре года работал в Москве, в разных издательствах, в солидных издательствах. После этого я переехал в Рязань, работал в рекламно-издательской фирме «Март» шесть лет. И только через десять лет после окончания института я как-то уже дошел до того, что стал заниматься только живописью. То есть это не сразу. То есть мне хотелось, конечно, сразу, но жизнь так складывается, что не всегда все получается, как мы хотим. То есть только через десять лет я стал уже постоянно заниматься только живописью. Здесь, наверное, сыграла роль материальная сторона вопроса. Но тут все как бы вместе. Я же живу не где-то в космосе, я живу здесь, на земле, у меня семья, жена, дети. То есть те же самые проблемы, что у всех. Но материальная сторона была не самая главная. Просто, видимо, с возрастом ты понимаешь, что жизнь проходит, а тебе хочется что-то еще сделать, что-то создать, что-то реализовать в свои какие-то возможности. Я это чувствовал. И вот так получилось, что только через десять лет после института я смог уйти с головой уже в живопись. Ну тут, естественно, меня поддержала моя жена, она тоже художник, Елена Гонтаренко. То есть ей большое спасибо. То есть она сказала, ты иди занимайся творчеством, я пойду работать. Ну так получилось, что я удачно как-то начал заниматься этим творчеством. Ну я, в принципе, все эти десять лет тоже писал, но в свободное от работы время, скажем так. И моей жене не пришлось идти работать. Я стал делать выставки, стал ездить в другие страны с выставками. В Москве много выставок провел. То есть финансовая сторона, она как бы тут решилась, скажем так. Давайте вернемся к моменту, то, что вы пишете картины в основном на природе. Чем для художников вообще привлекательны Пленера? Но тут есть немножко как бы разные понимания, что такое Пленер. Это бывает, что просто художник сам выходит на улицу и рисует. Это одно. Но под словом Пленер сейчас немножко подразумевается другое. Сейчас это более организованные группы, куда-то они выезжают и там работают. Вот это очень такое ценное для художника событие, потому что ты можешь посмотреть, как работают другие художники. Ты уезжаешь из того места, где ты живешь, в какое-то новое место. То есть ты отвлечен от всех бытовых проблем и только работаешь. Ну и вот за это время в каких уголках страны и мира удалось побывать? Я был где-то больше, чем в десяти странах европейских с выставками. Естественно, я там писал во многих местах. И также по России. Если назвать мои какие-то любимые места по России, допустим, я много лет езжу на русский север. Это Ахангельская область, озеро Кенозеро. Это жемчужина русского севера. Там как бы хорошо пишется, хорошо дышится. Также, как ни странно, я постоянно езжу, особенно последние годы, в Крым. Там тоже хорошо дышится и пишется. И также по всей нашей необъятной России пытаюсь ездить. Какие города оказались самыми непривычными для работы, может быть, из-за разницы в цветовой палитре местности? Я могу сказать те места, которые на меня произвели больше впечатления. Вот, допустим, любимая страна моя, скажем так, из европейских стран, скажем, это Голландия. То есть я как-то, когда туда первый раз попал, мне захотелось писать, потому что там каналы, домики, лодочки, яхты. То есть как-то все очень так живописно. Естественно, я потом, когда второй раз поехал, я специально поехал писать. Голландию очень люблю. Также для художника Венеция впечатление производит тоже неизгладимое. Но вот самое необычное, что я могу сказать, где мне труднее всего писалось, это в Венеции. Потому что там все такие вот виды, как бы самые интересные, там туристов толпы. И ты одной рукой держишь этюдник, чтобы его не снесли, другой рукой пытаешься писать. И тебя без конца толкают, пихают, ну как бы стоишь в толпе, грубо говоря, где вот так вот все ходят, перед тобой мельтешат, у тебя что-то спрашивают. То есть очень трудно мне было писать, но очень хотелось. Поэтому после Венеции мне уже ничего не страшно. То есть я могу встать посреди улицы и совершенно спокойно работать. Ну и также, конечно, Испания. Испания – потрясающая страна. Так что вот три таких вот страны для меня как-то оказались, очень так, не знаю, даже впечатление такое хорошее произвели. Хотя я был во многих других местах тоже. Сейчас самое пленэрное время, вот даже когда мы с вами договаривались на интервью, было достаточно сложно выбрать свободную дату, потому что вы или уехали на пленэр, или собираетесь на пленэр в какой-то другой город. И вот совсем недавно вы были в Санкт-Петербурге. Расскажите, как вообще происходят вот эти коллективные организованные пленэры? Ну, происходит по-разному. Ну вот в частности я могу сказать про Санкт-Петербург. Там пленэр проходил в Александреневской лавре. То есть владыка лавры проводит пленэры уже, видимо, не первый год. Он собирает, как он считает, лучших художников с нашей страны необъятной. Мы там живем, питаемся и работаем. То есть пишем виды лавры и Петербурга, то, что мы считаем нужным. То есть каких-то специальных там заданий нет. Каждый работает творчески. В конце проходит выставка, просмотр, и за то время, что мы живем, мы оставляем свои произведения в качестве дара. И это очень хорошо и для самих, так сказать, для принимающей стороны, потому что в них остаются, так сказать, работы наши. И для нас, потому что мы можем пописать, поработать в новом месте. Сколько длится один такой художественный съезд, и сколько удается создать картин за это время? Ну, по-всякому бывает. То есть это как бы такого нечто, вот прям точно вот так и все. То есть обычно где-то две недели, бывает три недели, бывает чуть меньше. То есть, ну, две недели обычно нормальный такой пленэр. А сколько работ? Ну, это каждый, кто как может, как бы работает. Главное же не количество у нас ведь, понимаете, как вот у поэта не количество стихов надо, а качество. Но обычно хотя бы в день нужно писать одну работу. Но я пишу больше, конечно. Если так в целом подытожить, у вас художественный стаж примерно сколько? Ну, вот уже, если стаж. Стаж у меня с 12 лет, понимаете? Вот можно посчитать. 50 лет, кстати. Да, 50 лет. Вот. Но вот как уже я вышел на свободу, скажем так, то есть это с 2000 года, то есть 24 года. То есть я свободный художник, то есть я свободен и от зарплаты, и от обязанности куда-то ходить на службу. То есть и в общем-то вот в свободном полете. Куда на этот раз собираетесь поехать на пленэр? Ну, обычно люди говорят уже после того, как куда-то съездили. То есть я могу сказать, что вот уже взяты билеты, уже я там в списке, уже плакат напечатан, реклама уже пущена. Это «Великий Устюг». То есть там проходит пленэр тоже. Ну, там немножко другой формат пленэра, скажем так. Там хозяин гостиницы хочет, видимо, украсить свои номера там, или холл, вот произведениями именно с видами Великого Устюга. И он приглашает художников, чтобы они там у него пожили, поработали. Олег Сергеевич, я знаю, что у вас вообще вся семья творческая, у вас и жена художник, и два сына художника. Как уживаетесь в таком многообразии творческом? Потому что, насколько мне известно, у вас и техники разные, и направления. Да, да, да. Ну, тут как бы не совсем уместен такой вопрос, как мы уживаемся. Наоборот, мы уживаемся благодаря тому, что мы в одной сфере, как бы, да. Ну, нам легче, потому что жена у меня занимается гобеленами, также она занимается живописью, но совершенно другой. Она более декоративная, у нее живопись. Она пишет больше натюрморты, я пишу пейзажи, если, да. А дети, они вообще занимаются графикой, то есть эстампом, это цветная линогравюра или черно-белая линогравюра. И старший сын также еще делает тоже в технике графики, есть такое, как сказать, сухая игла, такой материал. Он больше в этом работает. Как у вас в таком творческом, в вашем семейном коллективе проходит отпуск? Отпусков нет, отпусков нет у нас. То есть если у тебя появляется какое-то время, то ты бежишь, чтобы его реализовать и поработать. То есть тут я не знаю, уместно или нет сказать, что все думают художники, ждут музу и потом начинают что-то там творить. В моем случае это совершенно по-другому. То есть я считаю, что нужно работать хотя бы 8 часов в день, тогда муза никуда не денется. Вы уже опытный художник-пейзажист. Можете ли дать какой-то совет начинающим художникам-пейзажистам? Я своим детям всегда говорил, что самое главное в искусстве. И они там говорили рисунок, композиция, живопись. Я говорю, да, это все в искусстве должно быть. Но самое главное – это здоровье. Поэтому всем художникам заниматься спортом обязательно. Потому что если нет здоровья, ты не поедешь ни на какой пленэр, ни на какую выставку ты не попадешь. Странный совет, да? Ну и, естественно, работать хотя бы 8 часов в день. Спасибо большое, Олег Сергеевич, что пришли к нам сегодня в гости за интересные беседы. Тоже большое спасибо. Вам тоже большое спасибо, что пригласили. В эфире была программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Кристина Бочкарева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»